Олег Петрович, первый спарринг зимы, ничья с отличным клубом премьер-лиги, ваши эмоции по горячим следам? Ну, мы рады, что наконец-то первый спарринг состоялся, потому что понятно, что тренировки, и ребята сами соскучились по игре, и для нас было важно почувствовать это поле, эти скорости, соперника почувствовать, потому что это все равно другая история, нежели тренировки. У нас был очень хороший соперник, команда премьер-лиги, и мы рады, что мы действовали в том ключе, которым мы просили ребят, потому что мы решали ряд задач своих, тактические задачи, функциональные задачи, но парни справились с этим. Были какие-то ошибки, но как бы это нормальные вещи, потому что на фоне нагрузок, потому что мы тренировки все равно не снижаем, и для нас было важно именно сыграть на большом поле такую игру с хорошим соперником, чтобы было такое сопротивление, хорошее сопротивление, потому что мы должны действовать на максимум. Спаррингом довольны, ребята молодцы, и все выполнили, все здорово. Счет 4-4, ну вот такой веселый счет. Сегодня в стартовом составе вышло и два чистых нападающих, и два полузащитника такого созидательного плана Валерия Цуркян и Роман Акбашев. Хотели дать команде большего вариантов на чужое половине поля? Хотели, да. Мы немножко трансформировали схему, и в первом, и в втором тайме. Хотели просто посмотреть, как она работает, и добавить вариативности в атаке, в атакующих действиях. Ну, в целом, ребята ничего, справились хорошо. Если взять отдельно первый и второй тайм, в какой половине игры вы больше довольны именно структурой? Вы знаете, я скажу, что больше доволен вообще, наверное, двумя таймами. Я бы не разделял, потому что были хорошие эпизоды в первом тайме, и были хорошие эпизоды во втором тайме. Вопрос в том, что, ну, хорошие эпизоды, это просто те эпизоды, когда ты их тренируешь, и они реализовываются. Вот. И мы увидели у ребят, что вот хорошие вещи, которые делали, хорошие, там, предпосылки, например, там, выход атаку или развитие атаки, и, ну, там, где-то захлебнулось, там, неточная передача и так далее. Ну, потому что мы понимаем, что мы же против соперника действуем. Всегда это сложно. Но сама мысль, она правильная. Поэтому ребята молодцы. И в первом, во втором тайме, ну, все-таки старались выполнять, и старались держать темп. И даже несмотря на то, что там пропустили голы, все равно продолжали делать свое. Ошибки у всех бывают, это нормальные вещи. Вопрос в том, что сразу исправить эти ошибки, мы сразу исправляли. Это хорошо. И последний вопрос. Что наш тренерский штаб сделал с правой ногой Олега Дмитриева? Олег Дмитриев очень умный футболист, опытный футболист. И то, чего не хватало Олегу в осенней части, им и часто говорили о том, что Олегу надо доверять. Доверять. У тебя есть удар, прекрасный удар, и нужно доверять. И в том числе и правой ногой. И мы очень рады, что Олег вот этот год, он начал с тобой в тренировках. Он бьет, он угрожает с двух ног. И сегодня прекрасный, прекрасный удар, прекрасное вообще действие. Супер гол забил, отлично.